Прекрасно выглядишь, спасибо большое. Наконец-то, наконец-то, я так поняла, это прямой эфир. Ждали, да? Почему без настроения? Да нет, почему без настроения? С настроением это обязательно... Эй, эй, эй! С настроением. Красивое пальто у Тиграна, Тигран. Пальто заценили. Тигран, привет. Юля, привет, ты рассказывала вчера про пояс утягивающий. Я им написала вчера, скажи, это все правда? Или ты по деньгам? Нет, почему? Это пояс я давно заказывала. Я в нем и на занятия ходила, и дома ходила, носила его. И сейчас, чтобы мне в него влезть, в этот размер, немножко еще скинуть надо. Вы очень красивые. Спасибо. Давайте интересный вопрос. Тигран, красавчик. Куда едете? Где малыш? Вон малыш. Ой-ой-ой-ой, как втопил. Так. Юля, ты водить машину умеешь? Не умею. Классно выглядишь. Спасибо. Юля, вы сразу решили, что у вас будет трое детей? Нет, конечно. Как можно сразу решить, что у вас будет трое детей? Такое бывает? Тебе не вопрос. Как можно сразу решить, что у вас будет трое детей? Была ли у Тиграна зависимость от компьютерных игр? Нет, Тигран, не игру. Юля, мы с парнем встречаемся уже год, а жить вместе не предлагает. И свадьбу, как быть? Как быть, Тигран? Я знаю. Вы жить хотите вместе или конкретно что-то хотите? Тигран, там говорят, попросите, чтобы выгнали ведущих, чтобы выгнали истеричку Милену. С таким именем какая-то истеричка. Как, блин, нормальные вопросы задавать. Попросите, уберите. Вы прерывали беременности? Боже, какой личный вопрос, девочки. Ну, чего? Идеальная семья. Спасибо. Вы общаетесь с сестрой? Как она? Общаюсь очень хорошо. Юля, как ты относишься к будущему мужу сестры? Никак не отношусь. Хороший парень. Как я отношусь? Главное, чтобы она была счастлива. Я же вижу его только, как он прилично здоровается. Я же с ним не живу. Так, со стороны нормального. Прилично здоровается. Если бы время вернуть назад, изменили бы что-нибудь в жизни? Вообще нисколько. Не жалею ни об одном поступке. Ни об одной минутке. Привет, семья Салибековы. Куда путь держите? Держим путь туда, откуда ушли. И за них решила Тиграна сестра на свадьбу. Поэтому трое детишек. Возможно. У вас есть няня? Да, вот сейчас пришла няня. Осталась с Роланом Эльдаром. Вот. А мы с Багратиком едем. Он слишком маленький еще, чтобы его оставлять. Два месяца. Это все-таки такой еще маленький срок. Очень красивый мейк тебе идет. Спасибо. И самое главное, что это красилась я. Сама. Сколько сестер и братьеву Тиграна. Родная одна сестричка Лиза. Ни разу не ответила на вопрос. Как жаль. Пеленали ли те вы мелкого и седату до какого возраста? Я уже его не пеленаю. Такие, да, сильно мамские? Не то, что мамские. Ну, такие, блин. Не обижайтесь, ребят. Ну, порывай немножко. Пеленали, не пеленали. Прерывала ли беременность? Да. Такой бред. Кто задает такие вопросы, вам приятно было, если бы вам задали такой вопрос? И при всех надо было ответить. Да, или вы считаете, что... Я никогда не прерывала, я вам сразу говорю. Но вообще-то это очень личный вопрос. И это очень интимный вопрос. И мне кажется, если женщина это делает, то она не хочет об этом кричать направо и налево. И вообще нужно хорошо подумать перед тем, как задавать такой вопрос. Из Моздока привет. Прерывала беременность что? Это аборты? Это аборты, да. Ты действительно прекрасна. Спасибо большое. Где ваш котенок из Дома-2? Что? Где Мадина? Мадина? Давайте не будем эту тему заплагивать. А то сейчас... Вы сказали, о чем жалеем. Я, кстати, если честно, о Мадине подумал. Что? Что она была у нас? Почему ты правда за нее подумал? Ну все, Юля, поспи. Серьезно? Давайте не будем эту тему трогать, потому что... Окей. Такая погода у вас. Была и была. А я вам сейчас покажу. Вот так вот. Размазня. На улице. Противная размазня. Сколько? 1200. Так, Юля, у вас ваша квартира... Слушай, каждый раз, когда я включаю прямой эфир, люди спрашивают, наша ли это квартира. Я понимаю, что это новые люди, которые не знают, но... Видишь, как материальный аспект... Друзья, давайте поговорим об отношениях, о воспитании детей. Вот это вот чем пеленать, беременность, вот это вот трусы какие вы одели. Ребята, это все не культурное. Сами говорите, дом 2 уже не тот, а сами такие же вопросы задаете, которые на доме 2, и те, которые люди сейчас там. Ну, немножко культурнее, да, будете? Хорошие вопросы задавайте. О воспитании, об отношении. Что мы можем вам рассказать? Как пеленает детей? Да, блин, каждая мама как пеленает, так и пеленает. Зачем мужчина лезет в женские разговоры? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, не выходите в эфир тогда, что такого вопросов, пеленала или нет. Это ненормальные вопросы. Тигран, они обиделись. Да, это их проблема. Ну что, пеленали, срыгивает ваш ребенок. Ну это, блин, мамские такие, знаете, вопросы. Сейчас жду парня из армии, но жить вместе я боюсь, когда он вернется. Как повзрослеть. А надо не бояться. Страх забирает 90% нашей жизни. Как говорят и спортсмены, и артисты, что нужно знать свое дело на 300%, потому что 100% заберет страх. И вот так же ваш страх забирает вашу счастливую жизнь. Не бойтесь. Смело шагайте вперед и пишите свою историю. Такие вопросы задать, которые мы можем чем-то помочь, которые будем вам чем-то полезны. А чем пеленали, срыгает, срыгивает, чем какает? Привет из Ставрополя. Часто ругаетесь Тиграном по мелочи. Нет, мы уже это переросли. Или ругаемся? Вообще энергии нет, да? Потому что сейчас уйдет. Что? Сейчас уйдет, потому что. У меня нет, мне надо что-то кофе выпить, наверное. Юля, вы очень устаете. Ну вы как думаете? Конечно, устаю. Конечно, устаю. Трое детей. Мне вопрос пишут в комментариях. Слушайте, вы постоянно на фотках, на видео. Такие заряженные, такие эмоциональные, такие ухоженные. Туда, сюда. Ну в общем, такие крутые. Как вы вообще так умудряетесь с тремя детьми? Я с одной ужасно выгляжу, короче, замученная. Че? Хорошейко зевнула пока. Да. Пока ты рассказываешь. Ну рассказывай. И этот... Ну во-первых, с одним ребенком. Намного все тяжелее и труднее. Опыта мало. Ах ты, сучонок. Смотри, сигарету выкинул. Тварюка. Шалава. Извините. Любимое слово я так называю. Чего этот айфон хочет? Из меня ангела белого делает. Это кажется, друзья, что мы хорошо выглядим. На самом деле мы очень уставшие, невыспанные. Как и все родители. У нас съемка сегодня, я не успел подстричься. Вот сегодня мой парикмахер выходной и все. А у меня сломался ноготь. Я даже не знаю, когда это произошло. Я это поняла, когда скинула фотку. И мне начали писать. Юлечка, ты ногтик сломала? Я... Точно. Он сломался. Я даже не знаю, когда это произошло. Так. Едем дальше. Посмеялись? Едем дальше. Пропеленание, Тигран. Короче, мамочки все обиделись. Говорят, что ты злой. Что пропеленание – это нормальный вопрос интересующих мамочек. Ну, давайте я вам... Самое главное... Тигран, ну, я отвечу, раз столько хотят, даже столько женщин. Не обамиться, вот, или как? Не обамиться. Не обамиться. Не обамиться, да. И вот не стать мамкой. Вот почему такие вот «я же мать» вот это, знаете? Ну, блин. Да, это «я же мать». Каждая мама знает, как пеленает своего ребенка. И такие вопросы задают. Ну, на самом деле, иногда люди вот задают вопросы и даже сами не думают, что можно их не задавать, а просто загуглить, допустим. Ну, вот пеленают детей до тех пор, пока они не начинают вылазить из этих пеленок. Если вы видите, что вы запеленали, ну, первый месяц, как правило, пеленают, а кто-то не пеленает. Если вы видите, что он хорошо спит, пеленайте, пока он не вырастет из этих пеленок. А если он постоянно вытаскивает руки и выбирается оттуда, то уже, значит, он хочет ручки наверх. Это, в принципе, нормально. Вот мне, допустим, однажды еще, когда я была беременна, одна девочка написала в директ. «Юля, я беременна, а у меня на трусах кровь. Что делать? Как думаешь, это сильно серьезно? Я при чем, что у тебя на трусах кровь? Я что, доктор или я гинеколог? Врачу быстро звони, скорую вызывай, если у тебя на трусах кровь. Я, зачем мне пишут? Как думаешь, звонит, врачу? Я пишу, конечно, быстро звони. Ну, что это? Причем это не моя, говори. Не ее кровь? Ну, это такие вопросы, понимаете? Да, то есть, есть такие вопросы, которые, во-первых, очень интимные. Ну, я рассказала про эту девушку, но я же ее ссылку не скинула, поэтому не надо мне говорить, что я мерзкая. Просто я вот что хочу сказать? Что люди иногда вот за собой не видят, что даже вот как бы себя пожалей. Не задавай такие вопросы. Ты такая красивая, я тобой восхищаюсь. Ты богиня. Спасибо большое. Юля, сохрани эфир. Я всегда, всегда сохраняю эфиры. Юля, молодец. Тиграну повезло. Так же, как бесят вопросы о детях. Да, о доченьке думайте, четвертый ребенок, когда вот это вот. Конечно, женщина, когда выходит из роддома, и у нее еще ничего не зажило, она хочет еще раз родить. Еще раз пройти через это. Что, давайте хорошие темы. Тигран, у Бони в эфире людей меньше, чем у вас, а подписчиков 7 миллионов. У Бони. А что, видно, вот когда вы заходите в эфире, видно сколько, да? Я просто никогда не смотря. Кстати, друзья. Смотрели новое шоу «Спаси свою любовь»? Давай. Не. Не смотрели. Даже не смотрю. Нам рассказывал Антон. Не, я в интернете видел и фейсы их. И все. А так мне, да мы не смотрим, но он был. А я так, потому что в интернете. Что я хотел сказать? А, этот, страничка есть очень хорошая. Там, разоблачение тех, кто накручивает себе подписчиков. Что ты говорил, да? Я, в принципе, знал, как блогеры себе. Что это было? Что было, да? Может, снег отпал. Так, никто не говорит, что есть вопросы о детях. Глупо задавать глупые вопросы. Ну, вот это вот. Хотите четвертого ребенка, хотите девочку. Захочу, сделаю. И поверьте, поделюсь с вами своей радостью. Тигран, ты можешь поднять на Юлю руку? Тигран, может руку на тебя поднять? Посмотришь, да? Так. Все нормально. Мне кажется, это снег отвалился. Вот, смотри, какой интересный вопрос. У нас с мужем сейчас финансовые проблемы. И из-за этого очень много ссор. Хотим развестись, но сына жалко, очень любит отца. Как думаете, стоит ли пробовать работать над отношениями или подождать, пока пройдут трудности? Конечно, нужно подождать, если вы любите этого человека. Есть такая пословица. Муж проявляется в беременности, а жена в бедности. У нас с Тиграном тоже были моменты, когда нам нечего кушать было. Когда у нас последние копейки на руках были. У нас были такие моменты в начале. Но никто и да, да что оно хочет от меня? Что такое белое все? Вот. И никто не собирался отказываться. Да, было тяжело, была нервозность. Конечно, все нервные. Конечно, уже не до любви, не до ласки. Но все равно нужно понимать, что эти трудности временные. Вам нужно сплотиться, быть сплоченными. И доказать всему миру, что вас копейкой не разобьешь. Самое ужасное предательство женщины после измены, самое страшное, это предательство, когда у мужа те же трудности на работе. То есть, ну это вообще не надо делать. Все-таки посмотришь, да? Молодец. Это вообще не надо делать. Это ужасно. И это предательство. Поэтому ваша поддержка и вера в него сделает так, что он найдет работу. У вас эти трудности пройдут. Еще никто, ну я не думаю, что вы, еще никто никогда не оставался всю жизнь без денег. Ну как оставался, есть люди, которые всю жизнь нищие, там, бедолаги такие. Ну я не думаю, что это вы, что это ваш вариант. Это очень красивая пара, счастливые родители. Счастья вам, спасибо. Простите, зевнула. Вопросы о пельнании бестактные. Они не бестактные, они просто неинтересные. Как бы это можно закуглить в интернете. Я с тремя у дурдом. Как ты справляешься? Тигран жжет, да. Веселые. Страсть попала с мужем, двое деток. Что делать? Я вам объясню, что делать. Страсть пропала, потому что вы сильно углубились в эти мамские, вот как Тигран сказал, стали яжмать. Очень много времени забирают ваши двое деток, они, наверное, маленькие. Вот, когда младшему исполнится три года, и он пойдет в сад, у вас все наладится. Главное за это время не потерять отношения хорошие, не потерять любовь. Чаще проводите время с мужем. Просто придите, ляжьте с ним на диван, когда он смотрит телевизор, обнимите его тактильно, прикасайтесь к нему, чтобы вы не отвыкали в этих заботах о детях, попки, памперсы, всякие кашки. Пусть немножко посидит он в записанном памперсе, но зато вы с мужем пообщаетесь и проведете время вместе. На самом деле очень важно, потому что очень многие семьи теряют близкую связь между собой. Именно вот в эти малышачий период, когда детки маленькие, женщина хочет быть хорошей матерью для своего ребенка, может быть, что-то не успевает и совсем забывает о том, что есть муж. Поэтому мужу нужно уделять внимание, с мужем нужно общаться. Вы сами, не замечая того, отграничиваете его. То есть не он там начинает с кем-то переписываться и уходит, а женщина, когда рожает ребенка. Да, это тяжело, ты устала, этот ребенок кричит. Но все равно нужно находить в себе силы и не прогонять любимого человека, а проводить с ним время, общаться, обниматься. И чтобы ваша связь эмоциональная не прекращалась, потому что потом, когда детям исполнится, младшему ребенку исполнится 3 года, это для меня такой вот рубеж прям, а у вас появится очень много свободного времени и очень чужой человек рядом. Вы оглянетесь, а рядом чужой человек. Вот для того, чтобы не было этого, нужно все успеть. Юля, ты читаешь вообще вопросы про жизнь, ни о квартире, ни о детях. 20 раз написала. Ну, у вас много, я одна, смотрите, у вас 1200. Старшие мальчики ходят в садик, как ходите, с удовольствием. Мы плохо пошли в ясельную грузу. Вы с мужем ходите? Все семьей плохо пошли. Ну, в ясли маленькие еще. Почему все говорят «мы»? Да, нас тоже так бесит. Мы покакали, мы покушали. Нам уже 5 лет. А вы какие памперсы берете? Мы всей семьей одеваем такие памперсы. Сначала одевает Тигран памперс, потом я одеваю. По психологии это внушение ребенку, что он не личность, что он вместе с мамой, с папой всю жизнь. Мы, мы, он. Ему 5 лет. Он поел. Он сходил в туалет. Он покакал. Он пописал. Мы ходим в садик. Мы уже заболели. А потом удивляются, почему дети вот в садике плачут. Пишет, ты очень агрессивная, честно говоря. Если не хочешь, чтобы задавали вопросы, вообще не заходи в эфир. Спасибо. Тоже я не знала. Тоже агрессивная. Да, зачем такое агрессивное сообщение написала? Вы считаете, вы считаете, что иногда развод, улучшение жизни, может, судьба еще впереди? А кто это? Это не я сказала. Я наоборот говорю, надо бороться. Надо поддерживать друг друга. Развод, это когда вот самый последний случай. Уже когда, я считаю, нет любви. Не просто нет любви, нет уважения. А уже когда тошнит, когда тошнит, когда дети видят эти ссоры, драки. Дети видят, что мама не любит папу, папа не любит маму. Надо делать все по уму. Юля, реально много людей смотрит эфир. А мне это так приятно. Спасибо вам большое. Ты работала где-нибудь до родов? Да, я же работала в Кубанском хоре. Кубанский казачий хор. Юля, что сегодня на завтрак у тебя? У меня каждый день на завтрак овсяный блинчик. Я сейчас хочу сбросить вес. У меня всегда стоит кастрюля гречки отваленной. Всегда грудка. Это мой обед. Либо с авокадо, либо с помидорками. Либо какой-нибудь салатик легкий. Заправленный оливковым маслом. На завтрак овсяный блинчик, овсяные хлопья. Я беру два яйца, отделяю от них белок. Этот белок взбиваю. Туда добавляю хлопья. Мюсли, всякие изюм, орешки и овсяные хлопья. Это все на сковородку без масла обжарила. И сверху нежирный йогурт активия. И получается очень вкусно, питательно и сбалансировано. Получается и углеводы, и белки получаю с утра. Юля, сделай челку на бок. Лоб большой. У меня небольшой лоб. Не видели больших лбов. Ты красивая, можно смотреть вечно. Спасибо большое. Стулый привет. Не первый раз вам пишу. Ответьте, пожалуйста. Видите, как вам не везет. Я только это сообщение увидела. Ответьте, пожалуйста. А на что ответить? Не получается увидеть сообщение. Тебя раздражают вопросы девочки? Нет, не раздражают. Просто их сильно много. А девочки? Хотите девочку? Не раздражают. Просто их сильно много. Их везде. Было двое детей. Пора за третьим. Пора девочку. Просто вот меня раздражает сама постановка вопроса, что люди начинают указывать, что нам пора. Ну вот, роди троих. Роди, приведи себе форму. Вырасти их. И потом мне скажи, Юль, а может за девочкой? Ты сидишь, либо без детей сидят они, либо с одним ребенком вешаются. А мне пишет, пора за девочкой. Девочка, мальчик, еще кто-то. Это же тоже все нелегко. Это, конечно, большое счастье. О, я увидела сообщение. Муж живет и работает в другом городе. Приезжать к нам с дочкой не хочет. Больше года ращу дочь сама. Муж приезжает только на выходные. Как быть? Ехать к нему. А почему вы за ним не поехали? Всегда, если еще когда его только направляли туда. А куда? В другой город. В другой город. Вы должны были поставить условия или собрать сама, где-то взять деньги. Я должна приехать с ним. Вы должны были жить с ним. Но сейчас, наверное, поздно это сделать. Он так привык. Год уже. Да вот это, ну, нет. У меня надо что-то менять. Вам нужно собирать вещи, собирать дочку. Жена замужем, друзья. Замужем. Потому что дай жена. В болоте он, в болото прыгает. Только тогда будут искренние отношения сильные. Да дело даже не то, что в искренности. Он год без жены. Он уже другую себе нашел. Она год без мужа. Она уже... Разлюбила его, да. Отвыкла от него. Он не знает, где она. Он не знает, где. Например, у нас как бы, ну... Тигран, вот еще из его первых трусы в крови. Юля, у моей дочки 7 месяцев. У нее сопельки и температура, наверное, из-за зубов. Так боюсь. Скажите, что делать? Врача вызывать. Неужели, если бы я вам это не сказала, вы бы не поняли? Сейчас можно позвонить в единый портал. Горячие линии. Всегда дозваниваешься. Вызываешь врача. Оформляют заявочку. Приходят. Не так, как раньше. В поликлинику звонишь. Это секретарь. Или кто там сидит. Ушла в туалет. Не может дозвониться. Вот. У нас с мужем 6 лет. Два месяца трудности и кризис. Всякие... И всякие мысли. А что по кризис? Она пишет на вопрос любишь. Говорит, да. Хочешь разойтись? Ответ не дает. Хочешь разойтись? Ответ не дает. Говорит, займись сейчас собой. На меня не обращай внимания. Ну, кризисы всякие бывают. Ну, он ответил. Ого, сколько сообщений еще не дочитал. Займись собой. Он намекнул. Я же не знаю ваши отношения. Но на самом деле, иногда человеку нужно побыть одному. Действительно, может вам стоит заняться собой. Заняться какой-то своей карьерой. Я же не знаю, там ребенок маленький, немаленький. Вот. А вообще, такого понятия, как кризис в отношениях. Вот говорят, трехлетний, семилетний. Если вы будете на нем концентрироваться, то он у вас будет. Потому что вы будете готовить себя к нему. А если вы будете внушать, ну, как бы, игнорировать эту всю ерунду. Это ерунда все. Ну, просто это образно, да. Вот через три года какой трехлетие кризис? То есть, поженились, уже надо, чтобы какая-то квартира была через три года. Или машина, что-то, чтобы... Самое тяжелое, это вот, когда пара встречалась, жили вместе, потом поженились. Потом появился третий. Кто? Ребенок. И у них началась другая жизнь. И вот это вот кризис трех лет, почему говорят? Пока он, ребенок, вырастет, блин, и нервы, и недосыпание, и недомужение. И это тоже. И уже после трех лет уже как-то хочется... А, наверное, кризис семи лет. Да и еще кризис-то. Кризис семи лет, это уже хочется какого-то статуса, своей квартиры, своей машины. А если человек не дал вам этого, или вы друг другу этого не дали, да что такое, он у меня засвечивает. Холодно. Не-не-не, нормально все. Засвечивает мне. Вот. То, наверное, какое-то разочарование приходит. Но я считаю, что все кризисы надо преодолевать, надо быть вместе, надо слышать прежде всего своего человека. На вопрос любишь, говорит, да, это самое главное. Зачем потом спрашивать, хочешь разойтись? Зачем вы вообще его заколупываете? Если у него какая-то депрессия, ну, сходите куда-нибудь, в какое-нибудь кино, как-то отвлекитесь. Нет, надо поговорить, говорить, разговаривать. Что случилось? Разговаривать, да. Вообще, о любой проблеме надо разговаривать. Если у вас проблема, вы молчите, у него проблема, вы молчите. Зачем вы тогда нахрен живете? Юля, как объяснить мужу, что при детях нельзя выяснять отношения, он очень вспыльчивый, начинает кричать на меня на глазах у детей? Ну, это ужасно. Объясните, да, в хорошем настроении. Когда он будет спокойный, объясните, поговорите, что ломайте психику детям. Что вот этот его ежеминутный гнев очень много потом плохого делает. Он запоминается на всю жизнь. Да, папа на маму орал, наверное. Нужно, когда он так кричит спокойным голосом, ему говорить, не кричи, пожалуйста, дети смотрят, не кричи. Нет, нет, это надо, когда у него хорошее настроение... Ну, когда хорошее, надо договориться. Договориться, чтобы, помнишь, вы тоже обзывались, а потом придумали кодовое слово. Вот, допустим, он начинает кричать, вы придумаете кодовое слово какое-то, которое вы будете говорить, и он будет вспоминать о вашей договоренности. Это не обязательно кодовое, это фигня. Надо говорить именно, мы же договаривались, помнишь? Ты же сказал, мы договорились. Ну, это, да. Да, но это кодовое. Муж хочет в деревню, а я только в городе. Да, вот здесь, конечно, Пападос. Хорошо, что мы оба хотим в городе. Сочувствую вам. У вас просто разные взгляды на жизнь, и это будет постоянно... Вот так вот будет он хотеть. Ну, купите дачу, да. Достаньте деньги из томочки. Кстати, знаешь, какой вопрос? Смотри, у вас бывает что-то, что вы запретили, сыну, отец разрешил. Бывает, что я запретила, отец разрешил, или что я разрешила, отец запретил, и тогда делаем, как скажет отец, потому что папа должен быть авторитетным в семье. Все должны слушаться папу, ну, у нас, по крайней мере, в артериархат. И поэтому мы все втроем, уже вчетвером слушаемся папу. Если папа сказал, что нет, то значит нет. Но он не просто говорит это нет, он аргументирует. Не то, что там рабовладелец, встали на левую ногу, и мы стоим. Нет. Как же я люблю ваши эфиры, они очень интересные, советы ваши, очень дельные. Она хочет еще подскажите. Спасибо большое. Как повзрослеть, подскажите. Время придет повзрослеть. Какие-то ситуации у вас... Пойти в клуб и крикнуть, кавказцы все, повзрослеть. Ситуации какие-то будут в вашей жизни, которые заставят вас повзрослеть. Я тоже пока не родился Ролан, пока не забеременела, я тоже не взрослела. А сколько лет? Кто это? Сколько лет? Я не знаю, уже ушло сообщение. Ни один человек в прямом эфире сказал, как правильно воспитать ребенка или что-то такое. И вот я себе вопрос задал. Вот родители, например, я папа, ты мама. И вот как понять, правильно ли ты воспитал ребенка по прошедшему времени. Да, и вот я думаю, во сколько, где-то в 14 лет уже, когда ребенок плохого у него поведения, он такой, да? Ага, кабелька. Ну, как бы от родителей, да, немножко становится отдаляться, начинает. Вот в 14 лет, если когда ребенок придет и скажет, например, я хочу куда-то или сходить или тем, я приду у вас только-то, и вы ему запретите что-то, если он вас послушал и сделал так, как вы сказали, значит, вы правильно воспитались все эти 14 лет. А если он положил на вас и сделал по-своему, значит, все 14 лет коту в одно место. Да. Вот сделайте, у кого 14, 12, 13, 15, 16, вот есть дети, вот такой тест сделайте себе. Юля, если Тигран ругает детей, вы жалеете их? Прикольный вопрос. Ну, как? Так же, если прям жестко поругал, могу погладить по голове и говорю, правильно папа сделал. Ну, вроде жалею, да? Да что такое, Тигран, смотри. О, вроде жалею, вроде по головке глажу, обнимаю, сама говорю, правильно папа сделал, надо было еще больше тебе всыпать, ты такой непослушный. Вот, и так вроде ласку свою даю, а говорю, вроде как, ну, как его поддерживаю, вот, чтобы воспитание прошло, прокатило. Тигран, молодечек. Да-да, выйдешь за Кавказ и сразу подразлеешь. А КДС сделаете деткам? Честно, еще нет. Ясно, короче, читаешь то, что тебе нравится? Конечно. Это ж мой эфир. Читаю, отвечаю на то, что мне нравится. То, что не нравится, игнорирую. Юля, расскажите о взаимоотношениях со свекровью. Такое мерзкое слово, свекровь. Хорошие вопросы хоть на звание. Или ты читаешь хорошие? Я читаю хорошие. Не, вообще много хороших. Делайте ошибки, любите, живите. Вот, комментарий сказал. Ты же читаешь только хорошие вопросы, плохие не читаешь. А ты бы читал хорошие? Да, а ты бы вышел в эфир, где смотрят 2000 человек и начинают читать все плохое, то, что ты не хочешь отвечать. Проблема россиян в том, что они начинают с себя. Они не ставят себя на место того, с кого требуют. Да, друзья, перевоспитайте себя. А потом уже начинаете за политику говорить. Здравствуйте. Тигран, Юля, скажите, пожалуйста, если мужу говорю про расширение жилищных условий, начинает злиться. Хотя можем себе спокойно позволить. Живем в трехкомнатной квартире. В квартире четыре ребенка нам тесно. Ну да, четыре ребенка. Тесно? В трешке? В трешке тесно? Зубы у меня виниры. Добрый день, спасибо тебе за советы. Аргументами надо. Ну, у него, наверное, работа близко. Он любит этот район. Вы аргументируйте. Вот вы говорите, я сказала, а он злится. Вы просто сказали, он просто позлился? Или вы говорите, нам нужно, потому что четыре ребенка. Потому что он говорит, слушай, дорогая, ну это такой хороший район. Мы сейчас продадим эту трешку и купим где-то, извините меня, плохое слово, в перде. Купим какую-то ужасную, но четырехкомнатную квартиру. Мы не можем себе это позволить. У меня работа рядом. Ну то есть надо слышать аргументы человека, с которым вы разговариваете. А что такое? Да сын в коридоре задолбался уже спать время, слушай. А дочка в туалете, да? Вась, давай уже, ну, что-нибудь делай. Это проблема не только россиян. Ну не знаю, мы говорим... Почему? А еще кого? Я не знаю, американцы, мы с ними не общались. Америкосы всегда, китайцы, все кто, Европа. Именно россияне, вот именно русский народ вечно постоянно клюет кого-то. Хотя у него за шиворотом нормально так насыпано причем. Юля, раздражает ли вас, когда совсем незнакомые подписчики общаются на «ты»? Ну, смотри, как общаются. Если группа общается, то и раздражает. Вот опять, не начали себя. А если... А если... Привет, ты такая хорошая. Ну, как бы не раздражает, да? Так, Оксана, хочется перебить мой эфир. Оксан, если ты смотришь, я тебе сейчас перезвоню, доделаю эфир. А что, она тоже будет? Я только рада. Мне 20 лет, я задавала вопрос про взросление. А-а-а, так у тебя еще все впереди, золотко. Ну, почему ты нам задаешь вопрос? Повзрослеешь. Надо выходить за Кавказ, и будет как у вас. Но если сможете переоценить все ценности... Слушай, в 20 лет такие вопросы, смотри. Почему? Нормальные вопросы в 20 лет. В 20 лет? Ты чего? Про свекровь ответь, Юля. Хорошие у нас отношения. Очень любим друг друга. Она мне заменила маму. Вот. Но что я могу сказать? Мне многие пишут, типа, тебе повезло? Да, я не спорю, мне повезло. Вот. Но и вы должны делать какой-то первый шаг. Одна девушка спрашивала у меня вопрос. Типа, они поругались с мамой мужа. И долго не разговаривали, а теперь вроде как идет к переверению, но она не хочет делать первый шаг. А я считаю, что младший должен сделать первый шаг. Уважение. Уважение. Во-первых, должно быть уважение. Во-вторых, ну, как бы вы же приходите в семью, значит, где-то как-то что-то добро сделаете, какое-то хорошее слово скажите. Как-то немножечко сделайте первый шаг навстречу. Поверьте, любая, любая, конечно, любой взрослый человек, мудрый, жизнь пожилась, увидит, что девочка такая хорошая, хочет дружить, не увидит, что вы стараетесь. Они сразу вас зауважают, и сразу будет какое-то чувство теплое. Понятно, что родной дочкой сразу не станете. Это года, это старания, это может быть где-то что-то не сказать, то, что бы сказала бы, допустим, сестре, там, если вдруг что-то. Никогда не спорить, не надо спорить. Вот, и по прошествию лет, конечно, потом вы будете пожинать плоды своих стараний. У нас в сентябре родился третий ребенок, и стали постоянно ругаться с мужем. Заела бытовуха, срываться друг на друга. Очень зря, очень зря вы устали. С тремя детьми тяжело, нам тоже тяжело, тоже иногда бывают срывчики, но нужно как-то тех в сад поотдавали. С этим сходите куда-нибудь в кафе, погуляйте. Ну, если прям совсем денег нет, ну, семки пощелкайте, телек посмотрите. Как-то вот меньше. Возьмите выпить что-нибудь. Да, выпейте вина вместе. Расслабьтесь. Расслабьтесь, проведите время вместе. Ну, пусть там уложите их. Вот, тем более в сентябре родился, это же он уже большенький. Быстренько положили детей, как мы делаем, на кухонь кисель, да господи, да потяточки наварили. Ну, это, блин, как сейчас скажут, откуда у нас на выпивку и на креветки. Почему? Возьмите пиво и семечки. Да тоже пиво, тоже семечки, понимаете? Что за пиво нет? В добрые времена зубы попортите. Руками надо делать. Сядете, пощелкайте, поговорите. Разговаривать надо друг с другом, и нам не просто так же это дало. У нас язык не просто так много. Да, мы же все-таки от зверей отличаемся. Не всегда это работает. Да, так что? И старания никто не заменит. Помучались 10 лет, и в итоге... Вот почему мучились? Все-таки развод. Это имеется в виду, что поддерживать друг друга. Нужно прежде всего у себя спросить каждому из вас, вы любите друг друга или нет. Мне однажды посоветовала Ирина Александровна, на проекте, когда я там приходила, очередной раз жаловалась на Тиграна. Ну, не знала, люблю, не люблю, и что-то надоело. Говорю, мне надоело. И она говорит, Юль, очень легко проверить, любишь ты человека или нет. Взять и представь себе, что ты выходишь из комнаты, а его нет. Что он собрал чемодан и уехал навсегда, и ты никогда больше в жизни его не увидишь. Если ты готова к этому, значит, ты не любишь, и надо расходиться. Прикольный совет? Ну, только представить по-настоящему надо, поработать над собой. Вот. А если ты не готова к этому, ну, пусть бесит, там еще что-то, но ты хочешь с ним поговорить еще, что-то тебе от него надо, то не надо расставаться. То начнется эти разводы, потом схождение после развода. Тигран задавала вопрос на расширение квартиры, но он аргументирует, что не хочет в течение... где попало покупать, и говорит, что планирует в течение трех лет. А какая, а какая... А я такая торопышка хочу сейчас. Спасибо за советы. Ну, честно, он прав. Ну, подождите чуть-чуть. Подождите чуть-чуть, и купите хорошую квартиру в хорошем районе. Ничего страшного. Честноте до него видим. Видимо, вон, когда родился Эльдарчик, вообще жили. Я, Тигран, Эльдар и Ролан в студии 30 квадратов. Мы жили так... сколько мы жили? Пять лет. Не, мы не пять лет. Где? Ну, мы там пять лет прожили, но из них сколько мы с Эльдаром жили? С Эльдаром? Два года или три. Два года. Два года ему было, да, когда мы переехали в новую квартиру. Жили... Короче, при возможности, при желании, можно и десятером в однокомнатной, грубо говоря. Понимаете? Главное, чтобы у вас была любовь и цель общая. Да, чтобы вы... Я тебя опять перебил. Что ты хотел сказать? Все. Малыш. Вот. Главное, чтобы у вас была любовь, чтобы вы всегда были вместе, чтобы вы были командой, семьей. Слышали друг друга, чтобы говорили все о проблемах. А то вот она надулась, она хочет в кафе пойти, уже сидит, блин, непроветренная уже год, понимаешь? Сидит в кафе. Та же, ну вы говорите, вот скажи мне тебе, скажи им, потому что мне говорят, что вся жена должна... Вот, женщин надо тоже выбуливать, грубо говоря, понимаете? Ну, это так грубо, Тигран сказал, но просто доходчиво. Мамочки, молодая мамочка родила ребенка, сидит дома. Муж обязательно должен и в кафе сводить, и куда-то там к друзьям обязательно. Если нет возможности ребенка оставить, идите с ребенком, к таким же друзьям, у кого дети, в гости, прийти, попить какое-нибудь шампанское или вино, что-нибудь такое, да? Юля, в первый раз попала на ваш эфир, очень интересно оторваться. Не могу, убираюсь. И за собой везде телефон таскает. Вот это приятно. Вот как мужики, да, все думают, особенно... Молодые. Ну, вообще, сущность мужиков, да, по сути как, да? Он работает, а потом ему надо... Он всю неделю работает, потом он идет с мужиками, да, вроде как. Это уже стала как-то... Пивас. Постоянная, да, такая традиция, вот, а на жену, получается, все забивает. А у нее, вроде как, отмазка у него, она сидит дома с детьми. Ну и все. Особенно у нас, да, на Кавказе, как это принято. Вот. Ну и вот это потихоньку, потихоньку. Да, вроде у нас жены сидят дома с детьми, туда-сюда, но они, понимаешь, начинают уже... Затухают. Затухают, да. Заваниваются вот этим домашним запахом, грубо говоря. Это, в Тигран, все, аллегория, да, называется? Аллегория. Из девушки, из женщины, надо выходить, чтобы она одевала красиво. Вот мы сегодня одели... Да, вот, я однокрасилась, Тигран надела новое пальто, туфли, я колготки одела, туфли, платье. Это же как мужику, так и женщине надо, чтобы выйти, покрасоваться, куда-то зайти, в ресторанчик. Вот. А мужики, бывает, забивают на женщин, а женщина сидит и думает, а нафига мне, я одела спортивку. Все закрыла, как бы вышла, прогулялась, сготовила. И не беда, что уже плюс 5, что плюс 5 килограмм. Проходит 2, проходит 3, и все, и женщина начинает, да зачем мне, да нафиг, да я уже 30 плюс, ну и что, да уже 40 плюс мне, уже набрала нормально, да и пофиг, а мне не надо, а я не хочу. И он смотрит на нее и думает, господи, положила на себя какая-то, она стала страшной. Как мне не повезло с женой, на самом деле он виноват, да. Да, как мне не повезло, на самом деле, да, надо слушать. А я еще, знаешь, что хотела сказать, я как-то писала пост о том, что нужно очень много работать над собой и трудиться, чтобы было, ну короче, чтобы и в семье все было хорошо, везде успевать, на этот титанический труд нужно постоянно работать. И там мне написали, типа, вот когда хороший муж, можно и на диване полежать, там девушка написала одна. Вот, но я не это хотела сказать, я хотела сказать просто, что нужно, она говорит, незачем рвать жопу в отношениях, почему только один должен трудиться, каждый из нас должен трудиться для себя. Вот, допустим, ты родила ребенка, мне, думаете, охота вставать утром, делать вакуум, потом пить воду, приседать по 30 раз, потом бежать на кровать, пока этот, пока Эльдарчик поел и прилег, делать скрепку. Вы думаете, мне охота это делать, подтягиваться, отжиматься? Нет, я хочу выглядеть хорошо. Вы думаете, охота там спину держать, хорошо вести, ну там, следить за собой? Это все тяжело, но это как раз повышает наш уровень. И также, вот как Тигран говорил, выводить жену в люди, грубо говоря, да, это тоже ее как-то держит в тонусе, нужно держать себя в тонусе, нужно постоянно приучать себя к тому, что не лениться, потому что ленивый человек, он теряет всю свою жизнь. У меня были случаи, ну я знаю, людей, которые всю жизнь пролежали перед телеком, всю жизнь проспали, и в итоге этот человек, он ничего не добился в жизни. У него нет того, что есть у его сверстников, потому что он лежал на диване, и это так страшно. А потом говорит, что кто-то виноват. А потом государство виноват, а Путин виноват, еще кто-то виноват. Нет, ты виноват, дружок. Поэтому самое страшное для вас должно быть, вот мне писали, Юлечка, а как же сериальчик посмотреть? Да что такое, посмотри, я не видно меня. Сериальчик посмотреть? Нет, никаких сериальчиков, нужно жить. Нужно не просто жить, а гореть. Надо гореть, как огонь, бежать. Даже не выспалась, ничего страшного, отоспимся потом. Но нужно испытать все эти краски жизни. Я хочу прожить жизнь ухоженной, красивой, здоровой, богатой и любимой. Вот так ты должна мыслить, каждая из вас должна мыслить. И все для этого делать. И поверьте, это у вас будет, поверьте. Мотивируйте себя всегда тем, что нет, нет, я буду лучше, я должна быть лучше. Для себя, для мужа. И поверьте, и муж оценивает. Ну, конечно, надо, чтобы амбициозной такой же был и вторая половинка у вас. Да, потому что если вторая половинка лежит на диване... Ну, немножко надо, как, слушай, ну... Как-то надо, не знаю, чтобы даже хотя бы, если один кто-то мотивирует, он этой мотивацией должен замотивировать вторую половинку, неважно пол, какого у нее. Вот, помнишь, я же себе тоже сколько мотивировал. Да. Что надо на квартиру собирать, надо там туда-сюда. Потом ты посмотрела, тоже подхватила эту волну. Ну, как бы, ну, я не знаю. У нас вот с Играном, допустим, мечты всегда на двоих, что купить, куда поехать. Вот мы, у нас, мы всегда мечтаем, нет, мы сделаем, мы это сделаем. Ничего, ничего. И надо уметь ждать. Нужно уметь ждать. Вот вы начали заниматься, допустим, чтобы похудеть, а вы не худеете. Нет, 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 я еще докажу, я всем еще докажу, я докажу всем. И вы все равно делаете. А потом вес начинает очень быстро уходить. Ну, то есть, это, грубо говоря, такой примитивный пример, да, на вес. Так, а сколько времени мы имеем? Вот. Дом-2 дал вам старт. Неизвестно, как бы сложилось, если бы не он. О, слушайте, а если бы роды, не дай бог, прошли бы плохо? Ну, что ты сейчас говоришь, старт, старт. Есть люди амбициозные, есть те, которые хотят чего-то добиваться, а есть, которые нет. Подождите, подождите. Был бы не Дом-2, было бы что-то другое. А до Дома-2, то есть мы, что, черти были, что ли, поганные? Нет. Я четко двигался, четко двигался. Нет, Дом-2 дал, красавчик, я только благодарен. И нас свел, это самое главное. Да, ну и Юля тоже двигалась, и я двигался, и я не был кончелыжным, там, каким-то терпилой, который... Не работал на диване. Меня тупо, знаете, да, я уже не знал, меня там избавлялись от меня. И отправляли на Дом-2, я пришел, и что там был харизматичный, и меня взяли. Нет, я четко двигался, я был в Москве, я приехал на свои заработанные деньги. Юля, что делать, если ребенок все время на маме висит в прямом смысле этого слова, рожать второго? На маме? Ну да, у вас один, во-первых, вы позволили, а во-вторых, рожайте. Второго ребенка, чтобы ему было чем заняться, чтобы у него был дружок. Вот зачем позволяли? Тигран очень грамотно рассуждает. А если мужчина на диване лежит, как его поднять? Смотивировать, значит, мотивации нет. Ну, опять же, может он наработался, бедолага, три смены отработал, принес вам 100 тысяч, положил и прилег на диван. Я знаю, у вас, женщин, такие же, все мы одинаковые. Прилег, бедолага, посмотрите-то, пусть говорят, или что. Или там боевик какой-то со Шварценеггером, и он лежит на диване. Ну, как бы, у нас у всех очень разное восприятие. А если целыми днями лежит, не работает, такой ленивый уволень, надо что-то делать, надо его как-то завлечь, надо смотивировать. Смотивировать это не обязательно матами поднимать и бить его ногами. Слушай, я знаю, мечту поселить в уволоку. Я понимаю, что все бывает, ну, разные люди есть, да? Ну, неужели жена, дети, и он, скотина, берет и тупо каждый день лежит на диване. Есть такие, Тигран. Ну, как тут кто? А где она до этого, где он был до этого, где она была? Мы не будем называть его фамилию с точки зрения. Так он и был такой, Юля. Значит, вы вышли за такого. А, вот это да, да, да. Значит, где вы были, когда вы с семьей были? Мне глаза были, когда встречались и видели, что он лентяй. Ну, слушай, нормальный человек никогда не будет так делать. Это раз. Во-вторых, значит, вы с таким познакомились и вышли за такого. Значит, вас это устраивало? Или вы позволили себе так, чтобы он вот так вот делал. Или что-то в вашей семье есть такого, что его угнетает, и он прячется в этот диван. Не, ну как, он вообще не работает, Юля? Ну, не работает. Он ничего не делает, тупо лежит на диване. Наш общий знакомый вот так и делал. Ну, он и был таким. Он и был таким, но у него обстановка в семье была такая, что ему проще было смотреть это в мире животных все подряд, чем общаться с семьей. Вот такое тоже бывает. Это очень, кстати, такой вопрос. Женщина должна следить за погодой в доме. Вот сейчас вы скажете, опять виновата женщина. Нет, просто у нас, видите, какой длинный язык, мы эмоциональные, мы заряжаем мужчин на ту или иную волну. Не знаю, у меня... Не знаю, вот... Тигран, вы на Юле тоже висите. Захотела обидеть, но насмешила. Молодца! Сейчас девочки... Вот, у меня, например, когда депрессуха, и у меня, наоборот, когда вот не было там работы, или когда студент, у меня, наоборот, я не сидел дома. Я куда-то шел, ходил... Думаю, что про блюшку говорим, что он лежит. Нет, про блюшку. Да нет, забыли даже кто такой. Про блюшку. Тигран вас лупил. Сейчас изменился или остался таким же, сори, что интересно. Дай бог, чтобы каждую женщину в этом мире, если бьют, чтобы вот так вот били, как я бил. Посмотрите эфиры Дома-2, как сейчас лупасит. Да он не лупил. Ну, после того, как вот, допустим, скидывал, я хорошенечко заряжу со всей силы, а он уже успокаивает там... Ну, как вот... Леща дал, но даже не попал. Но нет такого, чтобы прям избивал синяки. Никогда не было. Ну, конечно, когда женщина начинает тыкать средний палец в нос своему мужчине, кричать на него, посылать его, и... Как? Поднимать на него руку, уже, конечно, что-то будет. Ну, я просто так себя не веду. Мне сейчас это не надо. И Тигран меня на такое поведение не провоцирует. 80% женщин считают, что им можно бить мужчину. А они ни в коем случае... Мы же женщины. Ты что, женщину ударил? Но если ты бьешь мужчину, значит, ты автоматом становишься мужчиной. И если ты начинаешь драку, значит, ты становишься мужчиной. Мужиком. Я раньше этого не понимала. Я очень считала, что это так классно. Залепить кому-то такую смаченную пощечину, чтобы прям... БАМ! Но потом поняла, что... Это вот с ложками проходит такая тема. Это мы смотрели. Ну, иногда женщины прям выпрашивают леща. Согласна. Тигран избивал на Доме-2 очень даже. Такие драки были. Но там больше криков было. Иди воруй. Иди воруй, да. Чтоб тебя так избивали. Ну, я не в том смысле, что проклинаю. На самом деле, никто не избивал. Дай Бог, чтоб каждую так избивали, как меня избивают. Тигран прав, люблю вас. Ну, спасибо. Зачем вы едете на Дом-2? Едем немножко пропиариться. Расскажите ему. Можно разве? О, что сейчас нельзя? Не надо. Да, ладно. Пусть будет и не надо. Давай не рассказывать, чтобы было вам интересно. Обязательно проанонсирую. Ну, как проанонсирую? Честь дней показывают, что сейчас. Посмотрите. Слушайте, я этот Дом-2 не смотрю. Что делать, если после 10 лет, извини, перебиваю, вопроса уходит просто. В совместной жизни остыли друг к другу. Это вы виноваты. А напишите, гранд-бла-бла-бла-бла-бла-великий психолог. Я запомнила аватарку. Второй вопрос. Да, да. Так. Ну, не сравнивайте. Я могу мужа пнуть чуть-чуть, а он меня точно не может. В смысле? Да почему вы имеете право пнуть мужчину? А если ребенок увидит? Кроме отца никто не имеет права... Ну, уж лучше, чем оскорблять, пну его, или еще держать эмоции. А вы не оскорбляйте, вы по факту. Вы просто перефразируйте эти эмоции. Оскорбляй... Ты хочешь сказать что-то? Оскорбляй человек, когда не знает, что сказать. Где-то грань? Откуда вы знаете, где грань? Вот есть правило. Не бить и не оскорблять. Руку, то есть, не поднимать. Где грань? Понимаете, вы вот чуть-чуть поругались, бах, пришлепнули. Потом больше поругались, сильнее пришлепнете. Я вас уверяю. Я заверяю вас на 100%. А когда сильная будет рака, вы уже потом чем-нибудь прибьете. А я вот такое хочу сказать. Помните, помнишь психолога, мы смотрели, который говорит, что очень много зависит от жены, и жена, она своего мужа лепит. То есть, вот допустим, он на работе с Сан Саныч, да, приходит Сан Саныч, а дома он Сашка-какашка. И он никогда не будет с Сан Санычем на работе, потому что дома жена припечатала ему, ты Сашка, Сашка-чмошник. И вот когда вы пинаете своего мужа, вы так же ему на лоб ставите. А вот допустим, есть, он говорит, который и дома Сан Саныч, вот он хозяин. И поверьте, его и на работе называют Сан Саныч, и все его уважают, потому что дома мужчина чувствует себя хозяином, и он целостный, он везде хозяин. А если женщина позволяет себе обзывать, пилить и бить, тем более, вы тем самым унижаете своего мужчину, принижаете его, и на лоб ему ставите печать неудачника. И так как вы можете поставить эту печать неудачника, так вы можете стереть и поставить другую печать удачника. Уважением своим, где-то закрыть рот, где-то не оскорблять, где-то не бить. Но неужели вам не хочется стать лучше от того, что вы не побьете своего мужа, не пнете, не пошлете его на три буквы? А зачем вообще быть? Вы станете лучше, вы отучитесь это делать, вы станете леди. И даже, ну вот я тоже как бы себя переделываю всегда, потому что я там хабалила, все кричала, постоянно обрыгаться, засирает вот эти слова, я говорила. Я теперь их не говорю, маты тоже, не говорю. Но не потому, что меня Тигран напугал, три раза побил, в угол поставил, и только зажили синяки, я поняла, что мне не надо делать. А потому что я для себя решила, что мне так лучше. Не, я объяснил. Нет, ты объяснил, но я сама решила, я поняла это, и поняла, что это лучше. Держать спину, быть красивой, изящной, женственной. Да, женственной. Забыть, что такое ор вот этот, когда уже аж вот эта вот висюлька дребезжит. Вы понимаете? Надо начать с себя. И даже если, вот допустим, что-то просит ваш мужчина, вас, слушай, дорогая, давай ты не будешь так кричать, ну подумай, хм, ну мне же тоже это на руку, я тоже стану лучше. Понимаете? Юля. Юля, у вас получилось, потому что вы когда-то сильно-сильно полюбили Тиграна и быстро ли это же. Я и сейчас его очень сильно люблю. А вы вышли за научник, полюбили очень сильно-сильно? Тигран. Ну как? А как? Да, кстати, я тоже была на одном. Да, Пакратик с нами. Я тоже была на одном семинаре, где психолог был, и она рассказывала, Тигран, что очень женщины многие выходят замуж, выходят замуж, не любя. Ну это ваши проблемы. Ну да. Как вообще можно жить с человеком, не любя? Я вот серьезно понять не могу. Это я вот как девчонку, да, вот, ну мужики знают, поймут. Когда девчонку заказывают, вот, и все, один час проходит, все, ты хочешь просто от нее избавиться, ну, а она тебе никто. Так же, как можно жить? Сейчас все женщины смотрят, мужиков тут нет. Очень хорошие эфиры, молодцы, уверены, что ваши дети помнят. Как можно с человеком жить, не любя? Блин, да, она что-то сделает. Это же семейная жизнь, это же не конфетная букетная, правильно? Это же жизнь. Да, там и утром проснулась. И главное в этом труде или труду? Труде. В труде. В этом всем не потерять себя, и чтобы быт вас не съел. Как это делать? Не воспринимать как главную задачу ваш быт. Главная задача – это ваши отношения, это ваша жизнь. Вот. А быт – это то, что, да, должно быть чисто убрано, у меня всегда чисто убрано, готово, но это должно быть как бы между делом. И если нужно, ты как бы можешь от этого отвлечься. Все, все поняли, что ты меня изменял, потому что ты говоришь, мужики поймут, девочку заказываешь. Ну да, по выходным Тигран заказывает, сейчас все поверит. Все, пишет, что изменял. Есть еще адрес мой, да. Тигран ДНК делал, все, это обиделась, которая. Пишет, что ты ДНК делал. Какое? ДНК делал, на Дом-2 были. Он не признавал поначалу от страха. Никто для ДНК не делал. Вы чего, люди? Люди, вы пересматривайте эфиры, а потом говорите. Здравствуйте. А если муж вечно бежит из дома с предлогом, что у него дела, потом приходит пьяный, как быть? Ой, это моя любимая тема. Да, да. Значит, вы так сделали все в вашем доме, что у друзей лучше. Кого бежит, скажи? Он от вас бежит. Вы его, наверное, там терзаете, пилите. Вы можете сейчас обидеться, а потом сядете, спокойно успокоитесь, и в этот момент вы обратите внимание на себя, как вы себя ведете, потому что за собой человек не замечает. Вам кажется, что вы ангел во плоти, а он такого чмо. Но на самом деле он приходит, и, видимо, вы встречаете его с порога не с улыбкой, не с вопросом, как прошел день, ну что, как, нужно интересоваться делами своего мужа. Не предлагайте ему, пойдем, я тебя покормлю, ты, наверное, устал, массажик, не массажик. А вы начинаете с порога, ты опять не купил хлеб. Может, я не гритос кого-то? Я сидела без молока весь день, потому что ты такой чмо забывчивая, не купил ничего. Или что-нибудь такое. Нагружайте проблем. Гришенька очень много какал сегодня, очень много какал. Я столько памперсов поменяла, поэтому ты не разувайся, а сразу за памперсами. Не форикас есть. Он уже не помещается. Понимаете? И он бежит от этих проблем, потому что вы его сильно грузите этими проблемами. Он же вас не нагружает проблемами, как там Павел Петрович его хорошенечко отругал сегодня в кабинете. Поэтому нужно больше легкости, нужно больше юмора, какой-то несерьезности. Как-то вот ближе вспоминайте, о чем вы говорили и что вы делали, когда вы были без детей. Когда вы были не замужем, а когда вы встречались. И делайте эти дела, которые вы делали. Допустим, фильм посмотреть, пообниматься, поговорить, кого-нибудь обсудить, может быть. Посмеяться. Вы делайте это постоянно, чтобы быт вас не съел. А вот ваш муж, который убегает, он бежит к друзьям. И там у своих друзей он может расслабиться. Он выпивает, чтобы расслабиться, потому что его напрягли на работе. А дома он не расслабился. Дома его тоже напрягли. И расслабился он только вот за этой бедной чашечкой пива. Понимаете? Да, что за люди? Я в шоке. Уже и зубы они такие. Осталось 13 секунд, пишет эфир. Давайте я вам сохраню. Почему? А потом...